как там стиль от облака все привет вы гости на канале семена чемоданах сами я славян раннее утро я уже проснулся потому что нужно собираться и отправляться в путь я напомню мы переезжаем кто не посмотрел предыдущий выпуск обязательно это сделайте посмотрите мы там собирались искали квартиру максимально все подробно рассказали но сегодня будет сам переезд в общем не буду затягивать ставьте лайки пишите комментарии и погнали да так рано я еще не выходил вообще никуда ну как рано на самом деле время уже 8 утра но город по сути еще спит потому что вот припаркованные машины я даже и столько не видел никогда я думал блин почему никогда нет машин получается что когда мы просыпаемся уже люди все уехали вот кстати знаем по соседству живет людей с краснодара тоже как тонко мне подходил спрашивал про трубу если смотришь выпуск привет тебя короче ребята вчера списался с хозяйкой она говорит но мы насчет коммунально хотели узнать она озвучила цену скинула нам вот кому интересно смотрите и я не спросил наличными или кэшем отдать в итоге рассказала что нужно кэш кэша у нас очень мало буквально 900 лир осталось я сейчас бегу в банкомат снимать деньги спасибо этому городу за возможность легкие которые мы здесь сделали мы приехали в первый же день вот открыли карту зератбанка бесплатно без депозитов буквально за 30 минут карта у нас это теперь нам очень сильно упрощает жизнь в общем сейчас банкомат снимать деньги кстати да сегодня же суббота ведь огромное количество машин это означает что сегодня субботний рынок дачи вот у нас тут проходит буквально двух минутах ходьбы от дома вот уже все готовятся кстати готовятся они еще с вечера мы вчера шли возвращались когда уже здесь люди раскладывались апельсинчики вот и сегодня можно приходить уже все покупать вот у них виде пожалуйста перец в машинах лежит да это машины такие рабочие и сейчас это будет приезжать уже люди закупаться но там на самом деле уже много людей люди уже покупаются а мы только просыпаемся кстати машины еще потому что сегодня выходной точно ну у нас которая показывал припаркованные собственно готова денежки есть все не надо оплачивать сейчас бегом домой завтракать собит до собираться писать есть чтобы она приходила принимала жилье не успела у нас досохнуть белье поэтому его будем сейчас в отдельный пакет и так вот упаковывать и когда уже заедем в новое там развесим будет подсыхать но сегодня максимально скромный завтрак стоп стой крызла овсяночка с изюмом бутербродики там на сонку делаем давай 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 окей так не забудьте написать в комментариях какой артемка засранец сидит за столом в кепке обязательно у нас при максимально финальные моменты остаются осталось загрузить две сумки только и вот мелочевка на столе хозяйка уже пришла вы чуть-чуть не успеваем стыд ждет надо рассчитаться еще за коммуналку ну естественно чтоб она приняла квартиру ну чё вы готовы ну я короче все упаковал давай переодевайся нет ничего не отдавал так еще раз финишно так сказать на камеру проверю что все здесь нормально пылесосы тумбочки это раскрывушка дополнительно стояла но мы не пользовались заодно так сказать финальный этот обзор две тумбочки большущая кровать там тоже ящики это настенка сейчас переодевается мы проверили дальше у нас такая прихожка туалет с душем бойлеры все это дело такое красивое симпатичное зеркало на месте славян на месте кухня гостиная вот собственно здесь все ящички туда-сюда диван вот и собственно у нас была вот такая терраса точнее двор вот вот эти деньги 1505 лир это мы отдаем за коммуналку это за свет и за воду я чуть ранее прикреплял сообщение там по расценкам сколько с электричества и сколько вода ехать нам много и долго еще нам предстоит перевал я за него очень сильно переживаю потому что это все-таки горы а мы на летней резине вот если смотреть по карте тут почти 500 километров и вот он перевал в горах поэтому сейчас проверим погоду в приложении яндекса посмотрим в этих поселках и городах какая сейчас погода и вообще к чему готовится так вот там есть такой город чавдир через который мы будем проезжать ну примерно нормально вроде будет светить солнышко но вот даже есть минус 1 градус ну а как оно будет на самом деле как мы пройдем этот перевал сейчас мы с вами чуть позже все увидим в общем поехали если финально посмотрите вот так все у нас выглядит вот такой вот паровозик багажник вообще весь забит ой нереально конечно но я смог утрамбовать чтоб мальчишки ехали вместе как и хотели у меня сегодня штурман это горшок вот будет не показывать дорогу в общем ребятки все выезжаем первым делом мы едем в мармарис для того чтобы вот кто внимательно смотрел мы ремонтировали когда компьютер чувак нам дал провод hdmi потому что я остался без компа и пока экран шел он не дал гид попользоваться в итоге когда мы забирали комп я его забыл он должен был приехать сам в дачу на фотосессию в итоге не приехал поэтому мы сейчас по пути к нему заезжаем ехать нам дома до мармариса 71 километр нажимаем в путь и поехали все проводили нас ребята вообще безумно хорошие вот прям на максималках я сказал что мы возможно весной к вам приедем она говорит может быть занятая говорит пиши смс если что я тебе помогу с другим домом блин реально классно вообще нет никакого дискомфорта что они турки и мы русские что они разговаривают на своем языке мы на своем настолько классная не знаю может быть нам везет по пути еще мы заезжаем помыть машину обязательно заправиться потому что у меня горит лампочка топливо здесь сейчас подешевела поэтому смело можно было бы залить конечно полный бак но у нас впритык денег потому что мы за коммуналку отдали выводили вчера на карту деньги учитывая что это пятница было они короче не успели прийти поэтому придут только в понедельник ну думаю на 1000 зальем ли нам этого однозначно хватит доехать все прощает от прекрасный вид до новых встреч выезжаем у нас 19 градусов это очень здорово заезжаем заправляться нашел на днях было топливо по 21 лире сейчас 23 чуть-чуть вы короче не успели вот видите 23 12 95 23 18 ну ладно будем заправляться по карте поэтому нам надо будет идти туда вовнутрь вы представляете ему говорю заправь меня на ты шлир пошел оплачивать по карте он включил до полного бака я стою тысячу уже оплатил и стою короче жду и понимаю что счетчик уже переваливает за 1000 я ему говорю стоп стоп в итоге заправили меня на полторы тысячи лир почти вот видите полный бак на 640 километров хватит просто я-то хотел еще немножко оставить на два дня на субботу-воскресенье но увы ну так видимо недопоняли мы друг друга естественно заезжаем на мойку 4 литра ведь стоит пена 4 лиры вода по сути я обычно мою за на 25 рублей машину свою теперь берем щеточку и погнали есть кстати щетки бесплатные стоят на каждой мойки но теперь на идеально чистой машине можно двигаться дальше не отпускает нас видимо дача прикиньте еду уже но после мойки выехая начинают соображать все ли я взял и начну голова вспоминать что не падается мне на глаз серая сумка а там дрон жесткие диски часть техники я вспоминаю что я походу забыл там забрал такой им подгон сделал на самом деле если бы я не вспомнил вот она сумка она приехала уже на байке причем сначала позвонил ее подружка говорит я что-то говорит она не поняла типа чего у вас случилось она говорит вроде не видела никакой больше сумки игра на на верхнем ящике на холодильнике ну вот в итоге я забрал дорога вот дачи до мармариса либо наоборот от мармариса до самого конца этого полуострова где находится дача заслуживает просто особого внимания если вы будете в турции на своей машине и будете как-то в мармарис обязательно прокатитесь здесь поэтому полуостров вы сто процентов кайфанете едьте обязательно на самый самый край этого полуострова шикарнейший маяк там книдос древний город посмотрите там афродит для афродита что ли он строился выпуске тоже у нас есть мы снимали гляньте мы пока едем по этому перевалу посмотрите здесь есть желтенькие деревья есть красненькие листочки знаете как осенью желтеют потому что это находится на высоте мы то спускаемся то поднимаемся а вот что нас ждет дальше на перевале вот уже когда мы будем от фитхии ехать до анталии вот это конечно вопрос я прям за него конечно за перевал переживаю морить как дорогу уходит вверх и там какие виды это очень крутая дорога серьезно говорю если вы здесь будете прям обязательно катка по этому серпантину обязательно к просмотру спускаться начинаем видите какие виды куда не глянь везде море получается все вот мысы куда-то видите море уходит но у нас серпантин влево вправо влево вправо вот нас же виднеется марморис перед ним затяжной спуск 6 километров восьми процентный вот он сам город во многих турецких городах ну вот например как марморис вместо асфальта лежит пульщатка по всему городу кстати подъезжаем уже к этому человеку который делал компьютер сейчас будем отдавать ему по его провод вот и приехали в районе где вот он живет недалеко прямо к морю мне очень тоже нравится здесь классные такие малоэтажные домики 2-3 этажа прям смотрится симпатично а я взял провод и иду отдавать все очень приятный человек вообще вот я еще раз даже там в описании оставлю его контакт если вдруг у вас сломается макбук он вам точно поможет сейчас едем по марморису едем значит в кафешку в одну мы там тоже как-то кушали но цены нормальные чисто такая все по-домашнему вот что пообедать и потом дальше отправляться на следующий перевал но уже мощнее вот у нас морюшко набережная вот так вот мы припарковались как-то хотели вообще в этом доме снять квартиру не получилось тоже выпусках показывали а вот это в заведении мы кушали сюда собственно и пойдем и кушать опа вываливайтесь ребята осторожно все по-домашнему уютно вот цены вот суд да по 25 насенка еще что-то заказали вот типа бургеры всякие есть здесь классно вкусно здесь проверенное нами место я вам рекомендуем точно нам снова принесли гору хлеба семья большая и как же мы кайфуем того что 17 декабря сотрите мы в шортиках футболочка тапочка красота осталось только еще идти купаться после обеда но нет мы будем дальше продолжать путь красиво выглядит так вот лимончик обязательно наш любимый очень вкусно готовят прям сто процентов беги радюшка садись скорее кушать приятного аппетита лимончики выжимаете все нам приятного аппетита поели попили сыты и довольны отправляемся дальше еще сразу купили водичку сейчас посмотрим сколько ехать так ну вот он нам пишет навигатор ехать нам 6 часов вот так выглядит набережная в мармарисе она великолепна на самом деле посмотрите только на эти высоченные пальмы справа детские площадки собственно сама набережная здесь вот где вот эти белые здания прямо там находится базар огромный огромный мы там тоже были гуляли выпуске гляньте посмотрите но только гляньте какая живописная дорога высоченные горы бесконечные леса это мы сейчас двигаемся через перевал который нас приведет опять к берегу и мы будем ехать уже непосредственно до фитхи и а свитхи и мы уже будем уходить на более высокую высоту там где по идее должен лежать синие но я очень надеюсь что его там не будет проезжаем пост между так сказать областями да и вот так вот они видите как бы перекрывается дорогу и загоняют в такой вот как правильно называется короче как там правильно называется карман можно так сказать вот они здесь слева такая огромная жандарма всех досматривают нас кстати прошлый раз когда мы ехали нас тоже остановили один остановил а второй горит типа есть я говорю типа как если он оставил горит типа забей и дальше я поехал мы преодолели этот серпантин вот пожалуйста смотрите анталия 290 километров сейчас будем двигаться уже до сказать по низу региотчик будем проезжать и и на фитхи и сразу ходить налево на перевал видите как горы пробивают облака вот по идее мы должны преодолеть как раз вот эти вот горы где-то там едем в параллель с ребятами 152 регион это что нижний новгород по моему мы их не знаем просто едем как-то так получилось вдруг смотрите его снимаем на камеру вот мы заехали в такой небольшой городок называется даламан но он является таким курортом здесь не сезон ты как говорится ловить нечего вот пожалуйста стела справите даламан чё там гранаты апельсины и лимоны вот и собственно здесь аэропорт в даламане вот пожалуйста апельсинчики растут а мы едем дальше так смотрите мы сейчас двигаемся по платной дороге где там и надо будет оплатить вот указатель фитхи и анталия вот это съезд на бесплатную дорогу но там такой серпантин поэтому я думаю что не стоит туда суваться так вот пожалуйста пункт взимания платы здесь даже получается видимо надо будет постоять немножко в очереди ну давайте посмотрим сколько денег нам сейчас скажут обуют обдираловка блин вот типа типа нашего автодора здесь можно на окошко купить себе такую наклейку чтобы считывалось автоматически да 15 лир 15 лир едем дальше ну вот посмотрите впереди видите вот тут между горы снежные 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 да уж а еще так прикольно мы короче едем в аланию дальше ребята тоже знакомые едут с кипра сейчас тоже в аланию у них калифорния и антоха едет с израиля они прилетели как бы сейчас тачку забрали едут тоже в аланию и мы как бы там должны все пересечься из разных концов вообще из разных стран даже я бы сказал едем все в одну точку смотрите здесь такое сейчас крутое сочетание видите там облака в горах справа у нас море виднеется а слева снова снежные снежные шапки вот сейчас покажем смотрите какая красота как же это смотрится и просто вот так вот с видом на море на острова вот отсюда мы едем и отсюда открывается уже виды конечно покруче как же красиво лежит снег это очень круто ты едешь у нас справа апельсиновый мандариновый банановый плантации а ты вперед смотришь там снег лежит это мы короче подъезжаем ну что фитхи я у нас остается справа мы едем вон туда вот прямо прямо туда где снежные горы надеюсь там не будет снега где будем ехать мы очень надеюсь но там зимние регионы сами видите вот с таким прекрасным видом мы будем отправляться сейчас прямо вот куда-то туда на перевал а дорога направо уходит как раз на побережье можно ехать вдоль берега вот видите каш димре финики это как раз вот сюда надо повернуть и будешь ехать но так гораздо дольше там жестче серпантины поэтому вообще навигатор ведет через перевал ну вроде так все ездят и такая трасса д-400 что ли она называется все едем прямо а ну собственно даже указатели вот видите анталия да не зли прямо вот я прервал камеру потому что мне кажется позвонил курьер вот мы так кое-как на ломаном английском с ним пообщались нам походу приехала посылка туда в комплекс и ему надо доставить в итоге он говорит что оставлю на ресепшене надеюсь надеюсь там и оставит посмотрим ладно пока погода 21 с половиной зимой не пахнет но мы поднимаемся в горы видите как очень сложно идет тягач вообще тяжело тяжело ему а поднятие пока зимой здесь и не пахнет есть только легкая осенью 17 градусов уже было почти 22 но мы высоко мы реально высоко посмотрите с какими вершинами мы сравнялись видите как много палаток чайных вот так вот выглядит что-то продают еще в пакетах не понимаю что слушайте здесь началась прям совершенно другая природа другие скалы вообще все выглядит по другому и сейчас села табличка знак что обязательно нужны цепи на перевале вот как раз сейчас начинаем снова подниматься подниматься и вот там вроде как самый основной перевал который в снегу но сейчас я думаю навряд ли он будет в снегу хотя все может быть вот первый знак видите предупреждение снег да вон там начинаются горы в снегу уже да ну короче все выше и выше вон видите справа снежные вершины ооо да уж здесь конечно вообще другая Турция деревья лысые такая знаете серость зеленые деревья только те которые ну типа елок да там зимой и летом одним цветом а все остальные деревья вот пожалуйста травы зеленые уже тоже нету смотрите поля какие видите все 14 градусов сейчас здесь показывает мы едем и с Тёмиком задались вопросом что это за деревья белые такие у них вот ветки вверх как будто это кипарисы но это явно не кипарисы и получается что весь городок в таких лысых деревьях вот видите едем а справа снег лежит чуть чуть повыше горы там снежок уже не сугробы конечно но тем не менее здесь здесь получается с дороги на которой ехали мы повернули направо здесь такая деревушечка начинается и получается что сейчас мы как раз будем уже непосредственно спускаться к Анталии и так то нам осталось и много но здесь знаете как здесь еще не зима здесь вот осень либо это похоже даже больше знаете как на весну ранее светит солнышко 15 градусов здорово и хорошо вообще сплошная серость нету никаких зеленых деревьев вообще ничего вот туда если смотреть вдаль видите вот там вот горы очень много снега а вот тут справа прям совсем рядом снежная гора вообще другая Турция вот этот знак смотрите вот видите нарисовано колесо снежинки и на колесе цепи так какой то городок Анталия направо налево если поехать можно поехать в Анкару правда ехать долго лысая Турция продолжается серая лысенькая особенно я бы даже так сказал что там осталось ну относительно сколько мы проехали мы уже преодолели 349 километров проскочили до Анталии осталось километров 40 и природа поменялась зелень стала снова опять эти скалы похожие на крымские и продолжаем ехать табличка предупреждения камнепадов осталось чуть-чуть до Анталии 30 километров посмотрите посмотрите какие ущелья начались посмотрите в какой мы природе едем мне очень нравится как справа сделаны канавы под селевые потоки я таких вообще еще ни разу не видел посмотрите посмотрите смотрите какая природа вот справа видите канавы вот сейчас видно это как раз сделано под селе вот это я понимаю какой контраст да мы едем из одной природы попадаем совершенно в другую природу сейчас вообще еще в другую вот это да а здесь кстати вот на этой дороге огромное количество радаров висит вот эти вот ЕДС контролируют скорость пассажиры моим самый кайт Артемка с Радюшкой играют всю дорогу Настенка с Мирончиком спят а я еду рулю к Анталии уже очень-очень близко подобрались кстати проезжаем смотровую и здесь открывается вид на всю Анталию очень красивое место ух ты посмотрите ничего смотрите парни парни смотрите а что это такое водопад чья-то голова ух 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 Анталия что-то там написано слушайте прикольное место я даже не знал о таком я не знал о таком вот это да ух чьё это голова не знаю ух прикольно так ну что табличка Ланя Манавгат серии Кемерлиман добро пожаловать в Анталию все мы едем по городу вот эти пробки вот эта вся ерунда от которой мы очень сильно отвыкли но все равно здорово 20 градусов мы приехали в цивилизацию торговые центры пробки фонтаны люди в конце до конца их много о да сделали небольшую остановочку садились в туалет помыли яблочки сейчас будем дальше отправляться ну вот я же говорю цивилизация смотрите дикатлон здесь мы были здесь даже мы стол покупали здесь в этом дикатлоне у нас уже там в зеркале заднего вида красивый закат а мы сейчас уже будем выезжать из Анталии и ехать по пригородам я же вам не сказал едем мы в Авсавар это находится недалеко от Алании 10 10 километров или 13 километров что такое вот там есть жилой комплекс один из лучших собственно сейчас туда будем и заезжать вот дорога от Анталии до Алании она конечно вообще великолепна ты просто едешь едешь прямо шикарное дорожное покрытие вот прям максимальная красота вот если бы все серпантины заменить такой дорогой но кататься по Турции было бы конечно усложнение хотя в серпантинах есть свой кайф это прям сто процентов так мы заезжаем в Манавгат Манавгат вот пожалуйста да вот пожалуйста стела здесь главный город русских ванлайферов единственное что едем я не могу понять почему такая дымка то ли сырость то ли что это такое то ли загаженность не могу понять видите как бы такое все в тумане вот горы которые вдалеке тоже они как будто бы как будто дыму но на улице ничем не пахнет да 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 уже стемнело ночь время 18.07 нам еще ехать минут 40 наверное может быть час еще в магазин надо забежать микрос большой мы тоже раньше в него ездили да двигаемся дальше так ну что мы подъезжаем начались всякие различные комплексы мы уже свернули как бы с трассы с основной которая на Мерсин идет вот и едем уже по Авсалару но сначала нужен магазин мы голодные как не знаю кто забежал в магазин и здесь есть гречка больше нигде не было так нас тут встретили мы идем ну бассейн горки ага открыты а что-то людей нет они не живут что ли а вон бегают да да она хаман ага 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 о футбол идет какой счет сейчас там это вазури да ребятки мы заселились сейчас еду опа загонять машину сейчас загоню возьму с собой мальчишек и вместе будем разгружать да я сегодня конечно очень сильно встал сейчас мы с радюшенькой быстренько все выгрузим да сынок ага ага найди папа почему-то в лифт захожу вот такая полоска что это может быть а именно в лифте вот так вот все выгрузили возле машины уход даже ничего уже не видно и с радюшенька таскаем мы на самом деле так сегодня сильно устали просто трындец поэтому обзоры и так далее то подобное цены все увидите в следующем видеоролике поэтому обязательно подпишитесь нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить скажу так что комплекс кайф квартира кайф но об этом завтра потому что нужно сначала отдохнуть и набраться сил в общем все буду прощаться с детьми еще надо смотреть пока 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 а а а а а и а